Добрый день, дорогие друзья! Очень интересный и актуальный вопрос пришел на библейский портал «Экзегет». Звучит он так. Обязательно ли священнику быть хорошим психологом? Непростой вопрос, дорогие друзья, учитывая, что тема эта сейчас у всех на слуху. Буквально в прошлом году было такое широкое обсуждение в преподавательской общественности, именно преподавателей духовных учебных заведений, о том, какая роль психологии, подразумевалась, естественно, православная психология, должна быть в пастырском служении. Какой сегмент именно психологии должен быть в учебных духовных заведениях? Насколько глубоко и широко будущие пастыри, студенты духовных учебных заведений, должны углубляться в психологию? Поэтому вопрос этот, я думаю, еще долго будет актуальным. Более того, из маленького своего опыта могу вам поделиться, нередко встречаются люди, у которых, светские люди, мирские люди, у которых такое представление существует, что исповедь — это удел слабых, закомплексованных на своих грехах, на своих недостатках, в общем-то, порой безграмотных людей. Вот для них исповедь. А культурный человек — воспитанный, современный, конкурентноспособный, в принципе, все свои душевные проблемы может решить, консультируясь у психолога. То есть таким людям исповедь как бы не нужна. Это не для меня. А иной раз такие люди, вот такие, позиционирующие себя, как вот современные, культурные, конкурентноспособные, они даже соглашаются на исповедь только с таким условием. Я, пожалуй, сходила бы на исповедь, но если батюшка — хороший психолог, если же он не психолог, мне делать там нечего. Что здесь можно посоветовать, дорогие мои друзья? Ну, в первую очередь, давайте вспомним определение, что такое психология. Психология, согласно словаря практического психолога, это системное свойство высокоорганизованной живой материи, заключающейся в активном отражении субъектом объективного мира, построении неотчуждаемой от него картины мира и регуляции на этой основе своего поведения и деятельности. Посмотрите, дорогие мои друзья, вот из словаря практического психолога вы в Википедии можете, если желаете, узнать определение психологии, вы увидите, что здесь даже не упоминается человеческая душа. В этом определении слово «душа» не звучит. Просто свойство высокоорганизованной живой материи. Именно так понимается психика в психологии. То есть не человек, созданный Богом с бессмертной душой, созданный по образу Божию и устремленный к достижению богоподобия, а просто высокоорганизованной материи. Что следует сказать в психологии современной, как науке? Безусловно, такая наука есть, и отрицать это было бы бессмысленно. В современной науке психологии множество психологических школ. Тот или иной представитель той или иной школы предлагает свои методики, свой взгляд на человека, на какие-то его поведенческие стереотипы. Предлагаются свои пути решения тех или иных проблем человека. Ну, в первую очередь, какого человека, дорогие друзья? Человека падшего. То есть человека в его падшем состоянии, греховного человека. Когда мы говорим «человека падшего», поверьте, это отнюдь не носит никакого оттенка осуждения. Просто констатация факта. Кого изучает современная психология? В общем-то, греховного человека. С его поведенческими стереотипами, с его недостатками, с его комплексами и так далее, и так далее. Насколько мне известно, есть люди, которые более глубоко погружены в эту тему. Какой-то единой общей школы, общей базы у современной психологии пока до сих пор нет. Понятие же «православная психология» еще более неопределенное. Потому что что такое психология? Есть просто наука, психология светская. Как уже было только что сказано, множество различных школ. Что из них можно назвать православной? Это очень большой вопрос. Скорее всего, православным можно понимать такого психолога, профессионала, имеющего определенные профессиональные знания, имеющегося обучившегося, который, будучи верующим человеком, постарается любому клиенту, приходящему к нему за советом, приходящий консультироваться, будет понемножечку помогать прийти к храму Божию, прийти к изучению Священного Писания, постарается как бы некий такой мостик к Святой Церкви, к воцерковлению. Если психолог сам верующий и будет так стараться, такого человека, в принципе, можно назвать православным психологом. Нередко бывает как, в чем, собственно, и отличие аскетики и вообще пастырского душепопечения и работы психолога. Как бывает нередко. Я думаю, дорогие друзья, все, кто нас сейчас слушает, вы слышали, вы немало таких примеров можете вспомнить сами. У человека какие-то проблемы. Например, человек не может бороться со своей скупостью, жадностью. Бывают такие люди, согласитесь. Вот буквально вот он ему снега зимой жалко, говоря простым житейским языком. Ничего у него невозможно попросить. Такие вот прижимистые люди есть. И они сами страдают от этого. Если такой человек приходит к психологу, то после долгой консультации психолог ему отвечает. Слушай, ну раз ты не можешь ничего с собой сделать, ты не мучай себя. Тебе надо научиться просто с этим жить. Вот согласитесь, дорогие друзья, с точки зрения православной аскетики, православного душепопечения пастырского, вообще с точки зрения христианской веры, такой ответ является ответом неправильным. Что значит ты со своей страстью, если ты не можешь с ней бороться, ты просто должен с этим примириться и с этим жить. У кого-то мучает блудная страсть, его ничего не может с собой сделать. И, конечно, ему психолог скажет, слушай, не мучайся, ты просто научись с этим жить, как-то это регулировать и с этим жить. Кто-то сребролюбив, кто-то очень гневлив и вспыльчив, кто-то очень завистлив. И психолог опять-таки ему скажет, придет к нему человек и скажет, я мучаюсь от зависти, ничего не могу с собой сделать, сколько ни пытался, мучает меня зависть, что мне делать? Психолог скажет, ну раз ты не можешь ничего с собой сделать, ты как-то научись с этим жить, слишком не парь себя. Это ответ психологии. А вот как вы думаете, православная психология может дать такой совет? Пастырское душепопечение принципиально отличается от взаимоотношений психолога и клиентов. Вот если так образно сказать, взаимоотношения, например, психиатра и пациентов, формат отношений психолога и клиентов, которые приходят к нему для консультаций, и взаимоотношения, формат отношений пастыря и паствы, это все-таки, это немножко разные пути. Во-первых, тут есть, безусловно, своя какая-то научная база, свой профессионализм, но здесь не присутствует благодать Божия. В пастырском душепопечении присутствует благодать Божия. Здесь цель поставленная, вот это, можно сказать, самая главная цель, которую пастырь ставит, когда он общается с человеком, который обращается к нему за помощью, это помочь человеку увидеть свои страсти, понять, что твои страсти тебя мучают, что твои страсти, твои грехи удаляют тебя от Бога, удаляют тебя от божественной благодати. Если ты со своими страстями не будешь бороться, не будешь предлагать своих усилий бороться со страстями, то страсти рано или поздно сделают тебя участником вечного страдания в аду. Они удаляют тебя от Бога. Царствие Божие не наследует те, кто не борется со своими страстями, кто не кается. Очень мудрый совет и очень мудрое наблюдение на эту тему сделал преподобный Паисий Святогорец. Зачитаю вам, дорогие друзья, его совет из книги «Духовная борьба», третий том его произведения. «Посмотри, многие люди, измученные проблемами, которые они сами себе создали своими грехами, то есть, обратите внимание, проблемы создаем своими грехами, не идут к духовнику, который может им действительно помочь, но заканчивают тем, что исповедуются у психолога». В данном случае «исповедуются» в кавычках. Они рассказывают психологам свою историю болезни, советуются с ними о своих проблемах, и эти психологи своими советами словно швыряют своих пациентов в середину реки, к которой им нужно перейти. В результате несчастные или тонут в этой реке, или все-таки доплывают до другого берега. Однако течение относит их далеко от того места, куда они хотели прийти. А вот придя на исповедь к духовнику и поисповедовавшись, такие люди без риска и страха переходят реку по мосту, ведь в таинстве исповеди действует благодать Божия, и человек освобождается от греха. Преподобный Паисий подчеркивает, что то, какую пользу человек получит от исповеди, в немалой степени зависит от нас самих. «Когда мы будем иметь внутренний покой?» задает преподобный Паисий вопрос, и сам же на него отвечает. Чтобы ощутить внутренний покой, необходимо вычистить себя от мусора. Это нужно сделать посредством исповеди. «Открывая свое сердце духовнику и исповедуя ему грехи, человек смиряется. Таким образом, ему открывается небесная дверь, его щедро осеняет благодать Божия, и он становится свободным». До исповеди. Духовная вершина человека затянута туманом. Человек видит, как бы сквозь этот туман очень нечетко, расплывчато и оправдывает свои грехи. Ведь если ум человека помрачен грехом, то человек видит, как будто через туман. Но если он искренне исповедуется, к нему приходит благодать Божия. Вот обратите внимание, дорогие друзья, принципиальное, существенное отличие таинства исповеди от просто, ну, простите, употребим слово, исповеди психологу. Психологу ты просто рассказываешь, допустим, о своих проблемах, своих поведенческих стереотипах, о своих страхах, о своих комплексах и так далее. И, может быть, даже профессиональный психолог, даст тебе какой-то важный совет на основании своего опыта. Но это будет опыт. Просто одно дело знать человека с его недостатками, с его немощем, с его комплексами и так далее, и так далее. А другое дело по-настоящему ему помочь. А помочь может только благодать Божия. Интересное наблюдение и совет дал и оценку этого явления дал еще один современный, духовно опытный писатель, архимандрит Рафаил Карелин. Психология – это система, а человеческая душа неизмеримо шире и глубже каждой системы. Великий Сократ всю жизнь стремился опознать самого себя, но без благодати Божией не смог сделать этого. И его аналитический рассудок вращался на поверхности рефлексии. Только святые отцы через молитву и аскетизм могли в какой-то степени проникнуть в тайники человеческой души. Психология изучает отдельные душевные проявления, игнорируя душу человека как субстанцию. Между тем, душа – это предмет веры, а не науки. Психология бессильно проникнуть в ту высшую область человеческой души, которая обычно называется духом. Вот высшее, скажем так, проявление человеческой души, высшая область человеческой души – дух. Вы знаете, да, кто более-менее знаком и со священным писанием, и с аскетикой православной есть представление о трехсоставности человека – дух, душа и тело. То есть дух – это как бы высшая составляющая часть души. Психология бессильно проникнуть в эту высшую область человеческой души, которая называется духом. Поэтому представления психологов о религиозной жизни, основанные на данных психологии, весьма примитивно искажены. Если психолог – православный христианин, то он черпает сведения о религиозной жизни человека не из психологии, а из христианской аскетики и личного христианского опыта. Христианство – это вера, основанная на откровении, а всякая наука основана на человеческих наблюдениях. Поэтому говорить о христианской психологии, говорит архимандрит Рафаил, по-моему, так же неправомерно, как говорить о христианском естествознании или христианской биологии. Лучшее, что может сделать верующий психолог, это объяснить пациенту порочную сущность современного психоанализа, ложность концепции ведущих психологов и затем направить свою пациента в храм. Еще один пример приведу вам, дорогие друзья, из опыта одного практического психолога, одной моей хорошей знакомой, которая много лет именно на практике занималась психологическим консультированием людей, у которых там сложные семейные проблемы и так далее. И вот она рассказывала классический случай. Приходит супруга и жалуется на своего мужа. Жалуется на что? Что он мало зарабатывает. Почему мало зарабатывает? Она сравнивает заработную плату своего мужа с мужьями, с заработной платой ее подруг, не в пользу своего мужа. И она считает, что муж должен оставить эту работу и найти другую любой ценой, чтобы соответствовать уровню. На прямой вопрос, а зачем вам в этом? Вам разве не хватает и не на что жить? Она говорит, нам хватает, нам все хватает, но мы должны соответствовать уровню. Я не могу терпеть, что мой муж зарабатывает меньше, чем муж моей подруги. Пытаться объяснить, что она в данном случае движима просто завистью, дурной ревностью, каким-то нездоровым чувством соперничества, что это внутреннее состояние терзает ее саму, и что ей надо обратить внимание, изменить свое внутреннее отношение ко всему этому, что ей надо просто поскромнее себя вести, благодарить Бога за то, что у нее уже есть. Она эти слова не понимает. Она буквально, эта женщина, отвечает психологу, вы меня не понимаете, вы, наверное, не профессионал. Психология, она как бы пытается работать с человеком греховным, пытаясь так или иначе уврачивать какие-то его комплексы, какие-то его взаимоотношения, а исцелить душу психология в принципе не может. Еще один очень важный нюанс, дорогие мои друзья. В последние годы мы все, православные верующие люди, со скорбью и с душевной болью могли наблюдать, как несколько очень талантливых, по-настоящему талантливых, добрых пастырей оставили священческое служение. Наверное, самая яркая личность, которую, ну, как никак нельзя не упомянуть, это греческий архимандрит Андрей Конанас, автор множества книг, как его иной раз называют, проповедник радостного христианства, который в своих ярких, таких очень харизматичных проповедях, в том числе, немало говорил, уделял внимание психологии. И еще несколько священников. Я принципиально, дорогие мои друзья, не хочу называть имена и фамилии, потому что наша с вами задача сейчас не осуждать кого-то конкретно. Ни в коем случае никого не осуждаю, дорогие мои друзья, и вас, кто будет слушать нашу беседу. Я не призываю кого-то осуждать. У каждого человека свой жизненный путь. Никто не застрахован от ошибок и падений. И задача нашей с вами сейчас беседы не выносить оценку и свой суд, прежде суда Божия, о поступках или мотивах поступков того или иного человека. Мы сейчас говорим немножко о другом. Грамотные, эрудированные, талантливые священники, которые чрезмерно увлекались психологией, избыточно использовали психологию в своем, в своей миссионерской, просветительской или пастырской практике, через какое-то время оставили священнические служения. Разумеется, дорогие друзья, я предвижу встречный вопрос. Нельзя сводить только к психологии или только к увлечению психологии их мотивы. Каждая душа это потемки, как говорит народная мудрость. Мы сейчас не вторгаемся в личность каждого человека и никого не осуждаем. Но обратите внимание на этот факт. Этот факт не заметить просто невозможно, что увлекавшиеся психологией пастыри, иной раз, я бы даже сказал, чрезмерно уделяющие внимание, оставили священническое служение. Это говорит о чем, дорогие друзья? Это говорит о том, как мне кажется, может быть, есть у вас другие точки зрения, это говорит о том, что опираться на психологию в пастырском душепобечении как минимум опасно. Увлечение психологией для пастыря церкви не пройдет бесследно для его души и для его пастырского опыта. И вот сам факт, а обратите внимание, это же не то, что события давно минувших дней, а это происходило вот у нас на глазах, вот последние годы, талантливейшие пастыри, добрые пастыри, которых иной раз слушали с большим интересом и с пользой для души. Сейчас они практикуют психологию, сняли с себя священный сан. Почему это произошло? Большой вопросительный знак. Наверняка, еще раз повторю эту мысль, нельзя сводить причину только к одной психологии, но и отрицать ее влияние на такой шаг мы тоже не можем. В заключении, что хотелось бы сказать, дорогие друзья, безусловно, психология как наука имеет право на существование. И как вот процитированные несколько ранее советы и наблюдения архимандрита Рафаила Карелина, преподобного Паисия Святогорца, говорит нам о том, что в принципе православный верующий психолог может помочь своим служением людям, если он будет как бы ступенькой к храму Божию. В современной церковной реальности разумное, благоразумное, рассудительное сотрудничество православных пастырей и психологов не только возможно, но скорее всего даже желательно. Например, на крупных приходах, многоштатных, больших городах, если есть, а я знаю, что такое уже есть, служба приходского консультирования, где православный, то есть грамотный, образованный психолог занимается своим делом, то есть он помогает понемножечку неофитов, приходящих в храм людей аккуратненько, ненавязчиво готовить их к беседе со священником. Как бы работа психолога в чем-то сродни с работой миссионера или катехизатора, но самое главное, чтобы каждый делал свое дело. Психолог занимается своей работой, а пастырь, служитель алтаре Господне, его задача не брать на себя все, необязательно священнику быть психологом, ему достаточно быть просто добрым пастырем, служить Богу, служить людям, быть скромным и несребролюбивым. Люди сейчас ждут таких добрых пастырей, ждут от них согревающих душу евангельских слов, таких пастырей ждут. И на самом деле, дорогие друзья, я не думаю, что секрет будет то, что я сейчас скажу, в любой епархии, в любой епархии Русской Православной Церкви, вам любой правящий архиерей наверняка скажет примерно такие же слова. Вот у нас не хватает добрых пастырей. Кого не хватает? Добрых пастырей, любящих Бога, любящих богослужение. И, как очень мудр святой апостол Павел в одном из своих посланий говорит, сердце которых открыто к боли и скорби людей. И если пастырь действительно чуткий, искренний, внимательный, и он действительно на любую скорбь и боль отзывается, скорбь любого приходящего станет для него своей, если он будет еще скромным, вы хорошо знаете, что скромность, она украшает любого человека и пастыря тем более, и несребролюбивый. И это достаточно для того, чтобы священнику, говоря современным языком, состояться, как священнику, быть добрым пастырем. А психологи, безусловно, есть и место, и поприще для их деятельности на православных приходах. Но, как мне кажется, отвечая на вопрос, пришедший на библейский портал Экзегет, священнику совсем не обязательно быть психологом. Надо быть просто добрым пастырем. Храни вас все Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!